Я не предпочитаю сохранять всевозможный мусор. Я предпочитаю его выбрасывать. Тем не менее, не в этом случае. В руки попало два отрезка электрода 2 мм. Из него мы сделаем нечто. Что это такое, скоро узнаете. К делу. Для начала избавлюсь от покрытия. Оно нам ни к чему. Пользоваться горелкой в квартире я бы не рекомендовал никому. Ибо техника безопасности. Техника пожаробезопасности. Сначала расплющиваем гигантским молотком. Затем маленьким. Финишную обработку произвожу надфилем. Да еще и не простым. Нет, не золотым. Нет. Алмазным. Вот такие четыре заготовки. Получились в конечном результате. Вообще они должны быть одинакового размера. Однако, подгонку под размер я произведу немного попозже. Соответственно, нам предстоит изготовить четыре миниатюрных ручки. Изготавливать будем из дерева. Истекая потом и претерпевая все тяготы ютуберской жизни. Я пошел в подвал и нарыл нам вот такую деревяху. Это деревяха от детской предетской кроватки. Из нее мы будем и точить. К делу. Музыка. 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 Декоративную втулку. И саму ручку. Устанавливаю. Сам крепеж осуществляться будет на эпоксидную смолу. Диск от Sony Ericsson K320. Лайк у кого был Sony Ericsson. Ох, мощный телефон. Ммм. Аж слеза скупая ностальгическая. Появилась на лице. Излишки удаляю ветошью. Слово, кстати, такое, да? Интересное. Ветошь. Вот такие штуки, други, получились. Как раз настало время их укоротить. Музыка. Масло. Масло растительное. Бикса. Вот что потребуется далее. Для тех, кто не знает, раньше в древние-древние времена в них кипятили шприцы. Шприцы, естественно, не простые, а стеклянные. На данный момент, насколько я знаю, данная технология не используется. И утратила свою актуальность. С помощью квадратного надфиля выполняю небольшие прорези. Прямоугольной формы. Кроме этого, в этих самых прорезях выполняю дополнительные прорези уже полукруглым надфилем. Произведу в свет ножки из вот таких заклепок, купленных на барахолке. Заклепки так себе, но для наших целей то, что нужно. Просверлим, нарежем резьбу. Чтобы не поцарапать, плоскогубцами. Кстати, когда я их восстанавливал, столько комментариев было. Бесполезный инструмент! Бесполезный инструмент! Очень даже неплохой инструмент, я вам скажу. Как показала практика длительного использования. Я думаю, вы уже догадались, что это такое. И я был бы не я, если бы мы не затестировали наш мангал. Свин был. Без тебя никак. Лука грызанешь, как яблоко такое. Лук обязателен. Сольки. И все. Больше ничего я добавлять не буду. Существует огромнейшее количество различных маринадов. Все я их перепробовал. И с майонезом, и с минеральной водой, и с кефиром. Фигня! Я вам скажу фигней. Самоклассно. Просто с луком. Можно еще перца, но мне сейчас перец нежелателен. Запах, конечно. Обязательно лук. С glance к ходу. Стыки. Все для с Dat. Такое. Я не буду. наш шашлык готов налетать зеленого лука все непременно парочку перцев для сердца парочку огурцов для почек можно было бы конечно дополнить композицию помидором но то что продается в магазинах помидором назвать нельзя вода вода водянистая быстренько подведем итоги всему нашему действию что могу с уверенностью утверждать в шашлыки в квартире вполне реально дыма практически нету зато запах шашлыка ощутим соседи кстати не приходили все в порядке не беспокойтесь что могу еще утверждать угли вот эти которые продаются дно и фигня не рекомендую жар на столько сразу большой что я немного даже пересушил наше мясо но дрова в квартире запалить это было бы наверно хотел сказать кощунство нет дрова в квартире это скорее всего было бы для меня чревато вызовом соседями служб различного реагирования скорой пожарки ментов наверно всех нас еще такие соседи а бабуляк полно заложили бантоху а с потрохами заложили бы пишите свое мнение в комментариях будем общаться посмеемся вместе напоминаю что люди альтернативно одаренные любящие посрать пообсрать кого-то и прочее будут баниться с нормальными я всегда рад пообщаться пока всего хорошего а